Раньше рынок находился возле больницы номер 11. Чтобы найти тех же самых стихийных торговцев, далеко ходить не нужно. Они расположились недалеко от остановки городская больница, рядом с прудом. Несмотря на то, что стихийных продавцов штрафуют, покидать место торговли они не торопятся. Если возле торгового городка от незаконного рынка избавиться удалось, то со стихийными продавцами в Дашково-Песочне дела обстоят куда сложнее. Со старого места торговцы всего-навсего переехали. Местные жители возмущены не только самим рынком, но и тем, что после себя оставляют продавцы. Коробки из-под фруктов, овощей и целлофановые пакеты торговцы не только не убирают после рабочего дня, но и выбрасывают их в пруд, находящийся рядом. По словам горожан, к концу рабочего дня на остатки испорченных продуктов сбегаются уличные собаки. Либо контейнеры пусть поставят, либо наказать и пусть вообще берут этот рынок. Вам нравится здесь торговка? Нет. Очень мне нравится. Мешает, отвлекает. Вообще здесь приятно. Рядом машины, пыль летит, и покупать фрукты, продукты очень даже неприятно. Хотим напомнить, что дачники могут реализовать свою продукцию бесплатно на рынках и ярмарках города, в то время как перекупщики обязаны платить аренду. Назревает вопрос, почему, несмотря на все меры, продавцы продолжают собираться на стихийных рынках? Вероятно, штрафы их не пугают, ведь сумма, которая грозит за незаконную торговлю по сравнению с прибылью, вовсе небольшая. Возможно, для того, чтобы избавиться от стихийных рынков, стоит ужесточить меры, увеличить сумму штрафа и проводить регулярные рейды полиции. Стоит помнить, что продукты на таких рынках могут быть опасны для здоровья, ведь документов на товар у большинства продавцов нет. Мы отправили запрос администрации города, чтобы выяснить, будут ли проводиться работы по очищению пруда и примут ли меры в отношении торговцев. А пока, видимо, стихийные продавцы еще долго будут незаконно зарабатывать на улицах города.